Hi everybody! How it's going? How is your day? I'm very happy to see everyone in my live stream! And the main topic is the four greatest accelerators on learning English! Что я сказала? Всем привет, дорогие друзья! И это нас с вами! Сегодня мы будем говорить на тему четыре ускорители в изучении английского языка. И, конечно же, не только английского языка. Эти ускорители применимы для изучения других иностранных языков, которыми вы сейчас занимаетесь. Наверняка. Hello! Hello! Hi! Kwanjbaev.toelof. Very good! Okay, now let's get started! Давайте начнем все-таки, да? У нас время рассчитано только на 30 минут, поэтому за эти 30 минут я постараюсь раскрыть вам секреты быстрого изучения любого языка. Ну что ж, тогда начали! Или как там у нас говорят в народе? Поехали, да? Поехали! Окей. Ну давайте. Сейчас для начала я вам хочу рассказать про неком таком алгоритме при изучении языка. То есть есть свой алгоритм. Он очень простой, но просто проще не бывает. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь наблюдали за тем, как учатся говорить маленькие дети? На что они обращают внимание? Вот сейчас у нас пока люди добавляются, да? Пожалуйста, прямо в комменте, в нашем чате пишите ваш ответ. На что они обращают внимание? А я вам пока буду рассказывать. То есть дети это еще не состоявшиеся такие взрослые люди, которые умеют какие-то аналоги в голове строить, да? Или бывает так, что абстрактно мы мыслим, взрослые люди. А маленькие дети, они не умеют мыслить абстрактно. Они просто говорят, как видят, как слышат. То есть они повторяются своими родителями, да? В данном случае речь идет об алгоритме. Значит, каким образом? Вот смотрите, я вам сейчас дам такой алгоритм, самый простой. Самое первое, самое первое, это узнай, что тебе нужно. Можете прямо записать, да? Узнай, что тебе нужно. Ребенок узнает, что ему сейчас нужно. Например, там, ручка, тетрадь, а может быть еда, конфеты, да? Конфеты, вот что ребенку нужно. Наблюдайте за такими детьми, которые только-только, там, годика, от годика и выше, да? Только учатся говорить. И вот, узнайте, что вам нужно. После этого говорите об этом. Когда вы узнали, что вам нужно, вы начинаете говорить об этом, да? И третье, возвращайтесь. Hi, Abraham, hello. И после вы возвращаетесь к этому слову до той поры, пока вы не запомнили. Смотрите, алгоритм очень прост. Я вам сейчас быстренько прорезюмирую. Значит, первое, это мы узнаем, что нам нужно. Второе, мы говорим об этом. И третье, мы возвращаемся ровно сколько, сколько нужно нашей памяти, нашей главе, для того, чтобы мы запомнили. Вот три алгоритма. Если, то есть, три шага алгоритма. Самый простой, да? Напишите, пожалуйста, hello, hello, everyone. Напишите, пожалуйста, хоть у кого-то из вас процесс изучения английского языка или алгоритм изучения английского языка или какого-нибудь другого языка. Хотя бы немного похож на тот алгоритм, о котором я вам только что рассказала. Если да, пожалуйста, пишите да. Если нет, то пишите нет. Нет, я хочу посмотреть, насколько вы применяете данный алгоритм. Ну что ж, поехали. Let's go. Let's move on. Please, please. Давайте, пишите. Чтобы мы двинулись дальше. In order to move on. Further, I need your answers to my question. Мне нужны ответы на вопрос. Ну что ж, нет пишут спасибо, зато честный, искренний ответ. Нет тоже пишут нет. Спасибо. А ещё? Ну вот, тогда с сегодняшнего дня вы можете уже взять себе на заметку. Кто помнит? Кто не помнит? Повторю снова. Самое первое, это мы узнаём, что нам нужно. Мы говорим об этом, второе. И третье, и третье, мы возвращаемся ровно столько, сколько нужно нашей голове. Поехали дальше. Нет, неверно. Нет, наверное. А, нет, наверное. Ну вот, он прост. Об этом я дальше буду в течение 20, уже у нас остаётся 5 минут, рассказывать вам и возвращаться к этому алгоритму. Теперь об ускорителях. Самый первый ускоритель, номер один, да, это не терять информацию, пожалуйста. Не теряем информацию. Что же это такое, да? То есть, сейчас у меня есть к вам вопрос. Я же коуч, я задаю вопросы, да? Как если бы вы обладали супер-пупер способностью быстро запоминать слова и хорошо понимать вашего собеседника, то через какое время вы могли бы это уже делать? Как если бы вы, повторяю вопрос, уже обладали супер-пупер способностью запоминать слова и понимать вашего собеседника, то через какое время занятие английским, давайте перефразирую, вы бы к этому пришли? Сколько времени вам для этого нужно? Представьте себя там суперменами, ещё кем-то, ещё кем-то. Через сколько прям пишите? Месяц, два дня, годы, сколько там пишите? Вопрос понятен? Ну, у нас время поджимаем, нам нужно работать, мне нужна коммуникация с вами. Раз вы слушаете, пожалуйста, в комментариях оставляйте ваши ответы. Сколько времени вам необходимо, как если бы вы обладали этой способностью, да, супер способностью, хорошо и быстро запоминать слова, то сколько вам времени для этого нужно? И понимать вашего собеседника. Ну, давайте уж. Сегодня, шучу, неделю нужно. Сегодня. Неделю нужно, Ибрагим пишет, very good, thank you very much. Неделю. Так, значит, у Ибрагима, ух, какие суперспособности, да. За неделю он может это сделать, ага. Вполне возможно, 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 возможно. Two weeks, ага, неделя, Магнус, two weeks, неделя, ну куль. А ещё? Хорошо. Ну, смотрите, раз уж тогда, если вы говорите за неделю, вот большинство из вас написали, значит, это возможно. Потому что вы говорите ровно так, насколько это возможно для вас. А я вам скажу такой ответ. Месяц вполне достаточно. Месяц ежедневного занятия английским языком, достаточно для того, чтобы вы понимали вашего собеседника и могли отвечать и строить вот некую эту беседу. А люди учат английский годами, десятилетиями, десять лет. Десять лет учат, представляете? И всё равно после десяти лет они не понимают, о чём говорит им собеседник. Об этом дальше мы будем разговаривать. Почему я задала вам этот вопрос? Потому что мы говорили про то, что нельзя терять информацию. О чём это говорит? Вот, допустим, я вам сейчас дам такое слово. Вы наверняка знаете это слово. Мавалас. Знаете это слово? Пишите, да. Если знаете, если нет, то минусы. Мавалас означает какой? Чудесный, да. Какой замечательный, чудесный. Вы разговариваете с иностранцем. Вы разговариваете с иностранцем. И вот, пожалуйста, он вам говорит. Вы как только заметили, что вы поняли, что такое weather is, погода. Today вы знаете, что сегодня. А мавалас вы не поняли. Вы переспросите у этого человека. У вас же есть диктофон? У вас, наверное, я не знаю, как у вас. У меня, например, если я открываю, допустим, чат свой, ватсап, да, на ватсапе. У меня там написано my trash. Трэш вы все знаете, да. Сейчас уже в русскоязычном таком пространстве тоже очень часто применяется это слово, да. Это некий такой сленг. Трэш. Трэш. Да. Трэш это некий мусор. Ну, мусор в хорошем смысле этого слова. И я как только что-то новое узнаю, какие-то ссылочки, да, например. А на изучении испанского, английского я начинаю свой трэш это кидать. Или же у меня есть диктофон, и я начинаю писать. Вот что значит не терять информацию. После. Что вы делаете? Ну, хорошо. У вас есть это слово мавалас. Вы его перевели, вы его на диктофон записали. Он у вас в вашем трэше где-то лежит. И вот. Второй ускоритель. Это значит, самый первый ускоритель был не терять информацию. А второе, сразу же применить это слово на практике. Прямо на месте. Как только вы узнаёте перевод, вы начинаете придумывать свои собственные предложения. Например. О, Динара, сегодня ты выглядишь чудесно, красиво, да? То есть изящно ты выглядишь, да? Замечательно выглядишь. Вот, пожалуйста, синонимы переводы, синонимы слов к мавалас, переводы на русском языке. И вы теперь сейчас, пожалуйста, напишите здесь. Вот давайте все вместе, раз, два, три, хором скажем. Мавалас. Давайте все вместе, давайте, давайте. Мавалас. Прямо сидите, смотрите на экран и повторяйте. Мавалас. Вот, повторили. Теперь написали здесь, прямо в комментариях, пожалуйста, ваши предложения. Давайте, так вы быстрее запомните. Что-нибудь с этим словом. Я жду. У нас еще несколько ускорителей. Время еще остается 19 минут. Давайте. Кто что напишет? Нургуль Аманжол. Давайте, пишите, пожалуйста, напишите какое-нибудь предложение, так вы быстрее запомните. Да? Они, например, говорят. О май гааш, датс мавалас. О май гааш, да? Или о май гаад. О май гуднес. Британцы говорят. О май гуднес, датс мавалас. Вот они увидели какой-то фильм или увидели некое представление в театре, может быть, что-то интересненькое, там, в интернете, в живой жизни. Они говорят. О боже мой, какое замечательное явление, например, да? Пишите, пишите ваши предложения. Пишите, составляйте прямо их. Как еще можно составить? Как еще, как можно еще поиграть с этим словом? Оу, it's absolutely marvelous. Оу, it's absolutely marvelous. И вы прямо для себя запоминаете, да? Запоминаете. Отлично. Вот мы с вами потренировались. Дальше. Третье, третье, это когда вы встречаетесь с данным словом, вот вы, это marvelous, какое-нибудь другое слово, да? Увидели, услышали, поняли, и дальше, ой, сори, дальше что вы делаете? Вы возвращаетесь к этому слову ровно столько раз, сколько вам это будет необходимо. Есть правило, можете записать для себя, 90 секунд. Что такое правило 90 секунд? То есть вы берете А4, да, вот, например, как у меня здесь лежат, А4, и пишите прямо на А4 какое-нибудь слово. Вот давайте вместе с вами сейчас поучим чуть-чуть испанский, да? Немного испанский. Так как я сама изучаю испанский, я вам сейчас немного с испанского что-то дам. Например, в испанском языке есть такой глагол, как gustar, gustar, нравится, переводится, да? И вот мы сейчас с вами будем заучивать вот такую фразу. Мне нравится... что там? Мороженое, давайте. Мне нравится мороженое. А я вам сейчас напишу, значит, me gusta el helado, me gusta el helado. Сейчас давайте, и вы повторите, да? Me gusta el helado. Вы знаете, что у испанцев H буква H, оно не читается. Me gusta el helado. Мне нравится мороженое. Давайте сейчас все вместе с вами это повторим. Прямо для себя повторяйте, да? Про себя громко можете. Me gusta el helado. Мне нравится мороженое. Me gusta el helado. Вот. И теперь вы записали на этой своей бумаге, там, А4, да? Me gusta el helado. Завтрашний день вы открываете вот то-то 4 и просто... Вы же записали вчера, me gusta el helado. Мне нравится мороженое, да? Вы пишете... Gracias, muchas gracias. Вот. И вот здесь gracias, это спасибо, да? На испанское. Завтрашнее утро или в обед, не знаю, вы поднимаете, допустим, в ту бумажечку, на которой было написано me gusta el helado. Я так думаю, что вы это повторите. Просто проэкспериментируйте, попробуйте. На самом деле работает метод 90 секунд. Открыли, прочитали, закрыли. Вообще просто не напрягайтесь, не старайтесь запомнить. Просто прочитайте. После этого на следующий день и следующий, и следующий. И так в течение месяца сколько вам нужно. Вот вы же писали до этого. Кому-то, например, неделя нужна, да? Для того, чтобы вы аккумулировали некие знания, чтобы у вас получилась масса, да? Некая критическая масса, которая вам пригодится во время разговора или беседы с носителем этого языка. Si, 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 si. И вот. После. Значит, этот метод 90 секунд вам понятен, да? Дальше что делаем? Через некоторое время вы начинаете, ну, ваш мозг, он же там, мы же говорим про нейронные связи, да? Вы там проверили, забыли, проверили, забыли. В это время ваш мозг, он делает свою работу. Он там соединяет, да, эти нейроны между собой. Там же электрическая зарядка некая идет, да? Вот она соединяется. Вот эти синапсы, вот это все, оно об этом отдельно. Ваши нейронные связи там, вон, свою работу проделывают. Появляется эта крепкая связь между ними, и вы никогда больше не забудете «me gusta el helado», да? Вот. Со словом «mavolas» то же самое. И теперь четвертый ускоритель, но он такой мощный, я это всегда объясняю и говорю своим студентам, они у меня это знают и делают. Что вы делаете? Возможно, вы слушаете какие-то диалоги, смотрите видео, фильмы, там еще что-то, да? И вы слышите некое произношение. Вот давайте я вам сейчас кое-что скажу на английском, а вы постарайтесь мне написать, что вы поняли, да? Допустим. Вот давайте. Вот приходит ко мне студентка, я спрашиваю, я говорю. Вот, например, я вот так сказала. Вот что вы поняли из того, что я сказала? И продолжаем. О, Эльвира, why don't you sit down? Why don't you sit down, please? Next to me, yeah. Что я сказала сейчас? Why don't you take off your coat? Why don't you take off your coat? Кто что понял? Пишите, пожалуйста, здесь, в комментариях. Я хочу посмотреть. Кто что понял? Ну? Видимо, вы пишете ответы, и они ко мне немного запаздывают. Кто что понял? Why don't you take off your coat? Давайте. Что я написала? Сказала. Присаживайся. Да, присаживайся. Но присаживайся просто будет sit down. Sit down, please. Пожалуйста. Кто-то понял, да? Присаживайся, это sit down, please. А в данном случае, Эльвира. Well, Эльвира, hi. Why don't you take off your coat? Why don't you take off your coat? Что я сказала? Садись рядом со мной. Ну да, это было. Please, please, sit next to me. Yes. Это тоже было. А Эльвира. Why don't you take off your coat? Why don't you take off your coat? Что я так что сказала? Why don't you take off your coat? Ну давайте, если не поняли, то пишем. Ага. Эльвира. Well, Эльвира, hi. Why don't you take off your coat? Ага. Что я сказала? Why don't you take off your coat? Please. Ага. Давайте, давайте, давайте. Не стесняйтесь. Пишите перевод. Можете прямо английским текстом, прямо вот английскими словами. Здесь у нас в комментариях оставить то, что вы услышали. Тренируем речевое восприятие, да? То есть восприятие на слух. Слуховое восприятие. Угу. Почему что-то такое? Why don't you take... Да, да. Смотрите, что я сказала. Я вам сейчас напишу и объясню, почему я применила именно такую конструкцию, да? Говорю. Well, Эльвира, why don't you... Why don't you... Видите, вы привыкли, возможно, так слышать, да? Эльвира, why don't you take off your coat? Что такое colored? Вот я вам сейчас вот здесь оставлю. Смотрите, что я написала. Well, Эльвира, why don't you take off your coat? Why don't you take off your coat? И именно так с вами будет разговаривать носитель языка. Потому что в этот момент... Вот почему вы не поняли? Напишите, пожалуйста, вот здесь вот, кто остался, кто смотрит наш сегодняшний эфир. Пожалуйста, прямо напишите. Почему у вас не получилось понять мое произношение? Any idea? Почему ты не взял свой пальто? Переводит. Хорошо, 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 хорошо. Мы принимаем такой перевод. Почему ты не взял свой пальто там, да? Хорошо. На самом деле это некая конструкция, которая вот так вот переводится. Почему бы тебе не снять с себя это пальто? Почему бы тебе не снять пальто? Очень быстро пишут. Это такая конструкция. Why don't you drink a cup of tea? Почему бы тебе не выпить чашку чая? Да? Например. Почему бы тебе эта конструкция так переводится? Эльвира. Why don't you take off your coat? Take off это уже наш фразовый глагол, да? Phrasal verb. Phrasal verb. Why don't you? Вот смотрите, именно носители, а британцы они вообще по-другому. Я сейчас вам американский вариант, да, предоставила. А британцы они по-другому. И вот, пожалуйста, вы сидите, вы не понимаете. Теперь вернёмся, вернёмся вот к тому, о чём мы говорим, да. Почему вы не понимаете? Потому что, когда вы учите английский язык, возможно, вы просто произносите, ну, знаете как, вы не копируете. Вот мы же говорили про копирование. Сам такой четвёртый ускоритель, да, о котором мы говорим, это копирование. То есть мы не повторяем. Если бы мы повторили за человеком, то мы бы вот сейчас сказали бы данным образом Well, Elvira, why don't you take off your coat? Вот так вот мы бы сказали. Если бы мы повторили. А здесь мы точь-в-точь прямо докопируем произношение, фонетику, интонацию человека, нашего собеседника, как он сказал, вот точно так мы и копируем. Потому что, когда вы именно копируете, вы это делаете не для того, чтобы только вас поняли, это, конечно, да, а ещё, чтобы вы понимали, как говорят носители. Вот. И когда в следующий раз вам скажут Why don't you take off your coat? Вы уже поймёте, что он хочет сказать. Почему бы тебе не снять пальто, да? Вот. Значит, мы копируем произношение. И для тех, кто сейчас всё-таки слушает, да, активно принимает участие, спасибо огромное. Спасибо за ваше время. Я думаю, я вам надёжную информацию даю, да, проверенную информацию, которая работает, и полезную. Если это так, пожалуйста, напишите ваши плюсики, чтобы я понимала, туда ли мы идём, и получаете ли вы информацию ровно ту, которая вам в дальнейшем пригодится. Пишите, пожалуйста. Если всё окей, give me your smile. Give me your smile. Давайте, какой-нибудь смайлик перекиньте сюда, в комментариях. Yes. Ага, обратная связь. Уже одному человеку нравится, полезно, и она думает, что это надёжная информация, значит, всё окей. Отлично. Ага. Тогда мы идём дальше, да, идём дальше. Я вам теперь дам вот такую информацию. Есть некое такое выражение в английском языке, да? Loose it or use it. Это бонусом. Я вам сейчас ещё два ускорителя. Lose, lose it, lose it or use it. Lose it or use it. Как бы вы перевели? Lose it or use it. Как бы вы перевели? Lose it or use it. Lose it or use it. Там, тулиген. Тулиген, тулиген коза, да, например. Loose it or use it. Шайсан. Как вы думаете? Упс. Lose it or use it. Как мы переведём? Ну, any ideas? Какие-нибудь идей? Потеряй или используй. Конечно, потеряй или используй. К чему я... К чему это я? На самом деле это я. К тому, что мы, знаете, мы получаем ровно такой результат, к которому мы с вами идём, если мы тренируем то, что нам надо. То, что мы тренируем, то мы и улучшаем. То, что мы не тренируем, то мы и не улучшаем. Значит, я вам сейчас такую некую историю с Владом расскажу. Например, у меня там... Пример, скажем, что был клиент, которого зовут Влад, и он ко мне приходит и говорит. Я юрист. Через два месяца я буду выступать на конференции. Конференции на юридическую тему. Да? И он мне говорит... Я теперь задаю вопрос. А, хорошо, давайте будем учить английский вместе. Хорошо. Какая вам помощь от меня требуется? На чём мы будем акцентировать внимание? Я говорю, насколько вы сейчас готовы? Два месяца осталась конференция, это начинается, вам-то нужно понимать, о чём там идёт, и быть готовым ответить на некоторые вопросы. Он говорит, да. А я говорю, а что вы сейчас делаете? Он говорит мне. Я читаю классическую литературу на английском языке. Cool. Very good. Читаю, говорит. А потом я слушаю подкасты на тему, знаете, космоса. Да? Ага. Ну и как-то всё на этом. Хорошо. Я сижу и задумаюсь. Я задаю вопрос. Подождите. Я вас правильно понимаю, что вы готовитесь сейчас на конференцию, которая будет именно идти по юридической терминологии? На английском языке? Он говорит, да. Тогда я ему говорю, отлично. Если вы хотите идти на эту конференцию и понимать юридическую терминологию, это говорит о том, что нам с вами нужно работать именно в этом направлении. Это хорошо, что вы читаете классическую литературу. Муа, вообще просто, да? Белиссимо. Прекрасно, да? Но если вы то, что вы там делаете, ну, смотрите, наблюдаете за Илоном Маском и узнаёте все там SpaceX, какие-то другие проекты, прекрасно, вы улучшаете словарный запас, это всё хорошо, но вы не тренируете ничего абсолютно то, что касается вашего представления через два месяца. О чём это говорит? Вы, вот когда ко мне приходят студенты, я работаю только с теми запросами, с которыми пришли клиенты. Если они мне говорят, мне нужна тема в медицинской сфере, то мы занимаемся только на эту тему. Если ко мне приходит инженер, которому необходимо разобраться в чертежах и рассказать про свою отчётность высшему руководству на ежедневных, еженедельных собраниях, то мы развиваем свою речь именно в этом направлении. Поэтому я всегда и задаю вопрос, вот кто из вас был у меня на бесплатных языковых коуч-сессиях, я всегда задаю вопрос, Where would you like to apply your English? In which area? В каком направлении, вообще в каком, где вы потом хотите использовать английский язык? Потому что со мной вы можете учить одно, а приходить на работу или сталкиваться там на экзамене, допустим, вот IELTS подготовка, да? Если вы готовитесь к IELTS, то мы готовимся только на IELTS. Мы учим только то, что нужно в IELTS. Это синонимы, это слова-связки, это наш writing-эссе, как нужно там два эссе написать, за 60 минут два эссе нужно написать, один в виде отчётности, другой просто эссе, да? Не просто эссе, это я так сказала, непростые это эссе, и нам нужно понимать, где нам нужно сравнивать, да? Чтобы у нас связка была, coherence, да? Чтобы у нас flowy, чтобы у нас логикалы и сэнтенсы, чтобы у нас были логикал сэнтенсы, да? Чтобы они у нас логически были. То есть мы работаем над этим, над тем, что вам нужно, а не над тем, ну, вы, возможно, если вы, конечно, не говорите, ну, мне не нужно английский на работе, я хочу вот понимать классические книги, ну, отлично, тогда мы будем заниматься классическими книгами. Поэтому, пожалуйста, lose it or use it. То, что вы используете на практике, оно только преувеличивается и запоминается. То, что вы не практикуете, это у вас остаётся в пассивной памяти и никогда, никогда потом, ну, вам их, возможно, не вернуть, потому что они, как бы, уже заржавели, можно так сказать, да? Вот, пожалуйста, кто-нибудь из вас, кто сейчас слушает, вы повторяете то, что учите? Просто берёте, повторяете? Вы вообще учите английский язык в том направлении, в котором вам он нужен? Или в каком? Вот напишите, пожалуйста, вот здесь в комментариях, что вы делаете с английским языком? Повторяете ли вы то, что вы учите? И то, что вы учите, насколько оно релевантно, подходящее той территории, той области, где вы хотите использовать английский? Вот это шикарный ускоритель, ну, такой секретик, который я вам для вас раскрыла, да? И, пожалуйста, здесь пишите, пишите, пожалуйста, ваши ответы, я буду к ним возвращаться. У кого есть вопросы, прямо оставляйте. У нас редко повторяю, учу всё подряд. Вот, пришло, значит, время задуматься и проанализировать, а что значит учить всё подряд? А где вы потом хотите использовать английский язык? Потому что если вы придёте в медицинскую сферу, а вы не из медицинской сферы, то вам этот язык будет чужд. Понимаете? Это вы вспомните казахские и русские языки? Какими словами вы управляете? Какие... В разговорной речи, пожалуйста, есть ли бытовые разговорные темы? Отлично. Подбирайте темы, приходите, будем работать. Я буду доводить, помогать вам доводить ваш разговор до такого уровня, где вы уже можете спокойно, свободно понимать, а также отвечать. Вот. Если вы нечасто повторяете МАГНУС 0707, то вам нужно, пожалуйста, уже начинать практиковать метод 90 секунд. Это когда вы сегодня повторили, завтра чуть-чуть повторили, послезавтра немного повторили, а после-послезавтра МЕГУСТА ЭЛЕЛАТО оно само прыгает в вашу голову. Наша с вами задача сделать так, чтобы это слово прыгнуло, запрыгнуло в вашу голову, а не вспрыгнуло оттуда куда-то подальше, как лягушка, и потом вы нигде не соберёте их. То есть они будут оставаться в вашей пассивной памяти, а потом со временем могут исчезнуть. А наша с вами задача, вот это всё, что у вас там есть, перевести в активный, в активный, как это, в активный багаж. Да? Отлично. Теперь я вам сейчас расскажу вот такую вещь. Тогда вы, вот, скажите, пожалуйста, как вы учите слова? Вот, например, давайте слова, если слова, то конкретизировать. Если это существительное, какой-нибудь например, да? Что ещё это может быть? То существительное это окей. Кстати, маленькая реклама. В это воскресенье в 4.30 по Нур-Султану я буду проводить интересную игру, где вам нужно будет угадывать предметы на английском языке. Приходите, пожалуйста, будем вместе с вами тренироваться. А сейчас вернёмся к изучению глаголов. Вот, например, приходит ко мне однажды один из моих студентов и говорит, ой, сегодня я решил свою проблему. На английском языке это звучало из его уст. Вот таким образом. I decided my problems. Вот скажите, пожалуйста, я сейчас правильно применила глагол? Вообще глагол давайте так. Глагол решить. А решить как переводится? Глагол решить или решать? Напишите в комментариях. Глагол решать как переводится? Угу, давайте. Остались 5 минут, и мы заканчиваем. Давай. Глагол решать. Как переводится? Для тех, кто только присоединяется, глагол решать нужно перевести. Any ideas? Any ideas? Глагол решать. Угу. Ну, hurry up, hurry up. Time's up. Ага, hurry up. Хорошо. Нет ответов? Decide. Decide. Вот, пожалуйста, decide. Теперь, когда вы... А почему вы мне не задаёте вопрос? Наза, скажи, глагол решить в каком контексте вам нужно? Почему вы мне не задаёте этот вопрос? В каком контексте? Почему? Потому что, когда мы учим глагол, глаголы учить самостоятельно, это уж лучше ничего не учить. Потому что глаголы нужно учить в ком тексте. Что такое в контексте? Это когда вы с ними составляете предложение. Когда вы составляете предложение, вы окунаетесь в такой пласт глубокий. Там у вас появляются столько вариантов и альтернатив применения этого глагола. Представляете? Вы же не просто студенты, вы исследователи. Все те, кто со мной работают, я их превращаю из простого студента в исследователя английского языка. И он вот таким профессионалом оттуда выходит. Да? Вот, например, decide. Вот спросите у меня, decide. В каком контексте? Конечно, в том контексте, в котором сказал мой студент, в начале, когда мы занимались, он однажды мне сказал, I decided my problems. В данном случае decided не будет, потому что есть глагол решить проблему, который переводится совершенно по-другому. I solved my problem. I solved my problem. Я решил свою проблему. А если вы решили поехать в Лондон, то вы говорите I decided to go to London. I decided to go to London. Знаете, вот видите здесь, как важную роль играет контекст. Поэтому прекратите, пожалуйста, спрашивать, если вы берете частные уроки у своих преподавателей. Мои клиенты, они прекрасно знают, что надо все в контексте. Я никогда им не отвечаю по отдельности, когда особенно дело касается глаголов, потому что там смысла нет им говорить об этом и вводить их в заблуждение. Я сразу говорю, а что ты хочешь сказать в контексте? Скажи. Поэтому прекращайте говорить, а как будет это слово? Вот я хочу это сказать. Вы скажите, я хочу сказать вот такую мысль. Как это слово в этом контексте будет? Вот тогда ваш преподаватель или я, или еще кто-то другой вам скажет. После, после, например, вы берете, давайте вот глагол зависеть. Вот глагол зависеть. Скажите мне, пожалуйста, как переводится? Глагол зависеть. Глагол зависеть. Солвд решить. Солвд решить. Солвд решить. Не раскрыть, а в каком контексте. Дайте мне контекст. Предложение. In depends, пишет Гульмира. In depends. Depend. Глагол depend. Гульмира чуть-чуть промахнулась. Depend. Да? Теперь. Когда мы говорим это зависит от. Как мы переводим? Это зависит от. Depends on или depends from? It depends on или depends from? Как будет правильно? It depends on или it depends from? Come on, come on, guys. Конечно. Значит, depend on отлично. А теперь попробуйте задать такой вопрос. От чего это зависит? Переведите, пожалуйста. От чего это зависит? Прямо сейчас переведите. От чего это зависит? От чего это зависит? Переводим предложение все вместе. От чего это зависит? Казалось бы, легкий вопрос. Да? От чего это зависит? Ага. Хорошо. Тогда я вам напишу. В данном случае, в этом контексте глагол depend, depend, да? Глагол depend. Аманат, приходите на бесплатный кауч-сессии, там разберемся, в чем именно сложность. What does it depend on? От чего это зависит? Потому что мы знаем, что глагол depend, он всегда идет с on, да? А не from, а многие люди совершают ошибки именно здесь. What does it depend from? What does it depend from? Или говорят, да? What does it depend on? Вот, пожалуйста, запомните это выражение. Теперь, как только вы в контексте перевели, вы можете сами переводить, для этого вы можете использовать прекрасный ресурс, Google-переводчик, да? Наш френд, наш друг. Вы берете, пишите, например, в Google-переводчике, там, на русском языке. От чего это зависит? Google вам выдает, ну, что-то наподобие what does it depend on? Ну, мы знаем, что это правильная версия, да? What does it depend on? Вы его копируете и отправляете в Google-поисковик. Когда вы отправляете в Google-поисковик, в обязательном порядке вам необходимо взять в кавычку это выражение. Любой перевод вашего там, хорошо, это, наверное, с интернетом связано, любой перевод ваших выражений, вы там что-то хотите сказать, вы хотите приготовиться к вашей речи, вы хотите с кем-то побеседовать на английском языке, и вот вы готовите текст какой-нибудь, или там какую-нибудь речь, историю, вот вы переводите ваше предложение. Что вы делаете? На русском пишите в Google-переводчик, он вам что-то выдает, вы в кавычках, и, например, он выдает вам what does it depend on? What does it depend on? Прямо в кавычках, можете сейчас потренироваться, копируете, и прямо в Google-поисковик, здравствуйте, Аслан, и когда вы увидите, там тысячу или миллионное количество версий, да, вот прямо what does it depend on, он там в количестве тысячу пятьсот, там еще, еще, сколько-то миллионов, значит, если большое количество выдало вам what does it depend on, значит, это верное выражение, и вы у себя уже где-нибудь их фиксируете. Вот таким образом можете поработать, но самое главное запомните, глаголы всегда учатся в контексте, да, окей, вот об этом я и хотела вам в принципе-то рассказать, я вам дала сегодня не только четыре, но еще и два lose it or use it, это то, что вы, два ускорителя, да, как lose it и use it, это говорит о том, что мы тренируем и улучшаем ровно то, то есть мы улучшаем ровно то, что мы тренируем, то, что мы не тренируем, там, где у нас в голове, в нашем мозге с вами не сформировались нейронные связи, их нет, нет этих сетей между собой, то вы не ждите тогда никакого результата. Для этого, чтобы английского не было так много, так много, too much тоже не надо, да, ну и совсем не было, нужно поймать золотую середину, занимайтесь ровно столько, сколько вам нужно. Например, вы можете приходить ко мне заниматься два-три раза в неделю, мы с вами прям по часу хорошо, эффектно поработаем, остальное время вы занимаетесь по 10 минут, по 15 минут, по часу, по два, да, кому сколько нужно. Вот так, мои студенты, которые у меня обучаются, у них английский ежедневно, и это самое основное мое требование. Если я вижу, что в течение месяца у человека нет продвижения, через течение двух месяцев нет продвижения, уже третий нет продвижения, и всё, мы на этом, три, это один модуль, мы на этом работу заканчиваем. Поэтому, если вы готовы работать в таком режиме, каждый день выработать привычку изучения английского языка, применять то, что я говорю, использовать, приносить какие-то результаты, становиться исследователем языка, да, быть мне партнёром, а не маленьким учеником, где учительница всё знает, а студент ничего не знает, ну тогда неинтересно работать. Если вы готовы работать в таком формате, я всегда только готова работать. Вот. Есть бесплатная коуч-сессия, записывайтесь и увидимся скоро. До скорого времени. Пока-пока. Кстати, если есть вопросы, пожалуйста, давайте, пока-пока. Я уже сказала, но тем не менее, вы, давайте, минуту прям дам, есть ли у вас вопросы. повтор, аслан, к сожалению, вы опоздали, вы можете посмотреть, 24 часа в сутки, если, конечно, ну, 24 часа, наш прямой эфир будет сохраняться, если сейчас, инстаграм поможет. Я надеюсь, что инстаграм нам в этом поможет. Какие ещё были вопросы? Вопросов больше не было. Всё, дорогие друзья, спасибо огромное, что вы были со мной все эти 35 минут. Я была рада провести их с вами. Не забывайте о наших и не пропускайте наши прямые эфиры. Я так думаю, я даю вам полезную информацию. И если у вас есть какие-то другие дополнительные вопросы, всегда вы можете обратиться в Дайрект, написать, или же вы знаете, что по шапке профиля в Био там есть в топлинке все мои данные. Можете написать, желательно на Ватсап, конечно. Всем хорошего дня! Have a good day, my dear friends! and see you this Sunday! Увидимся в воскресенье! Bye-bye!